Я приглашаю вас отправиться в кулинарное путешествие по нашей стране. Усаживайтесь поудобнее, а впрочем, нет. Доставайте кастрюльки и сковородки, надевайте ваши фартуки, готовьте лопатки и венчики, открывайте кулинарные книжки. Прямо сейчас мы начинаем. С вами Роман Ладнев и секреты маленького шефа. Сегодня мы можем научиться готовить блюда кавказской кухни или кухни уральской. А может быть попробуем то, что принято подавать к столу на Байкале. Или изучим кухню Камчатки и Чукотки. Ой, а где же мы возьмем рецепт, спросите меня вы. И тут я должен вас успокоить. Все рецепты блюд Российской Федерации собраны здесь, в моем кулинарном путеводителе. И аккуратно разложены по регионам. Вот смотрите. А. Архангельская область. Б. Бурятия. В. Владимирская область. Осталось только выбрать рецепт. Мне это очень трудно сделать. И как обычно, это сделают мои помощники. Это Платон Чернышев. Ему 7 лет. Платон занимается теннисом, мечтает прыгнуть с парашютом и планирует стать летчиком. А это Лиза Пукалова. Ей 8 лет. Лиза занимается гимнастикой и теннисом. Собирается вести свой видеоблог и мечтает завести собаку. Привет, ребята. Привет. Привет, Лиза. Привет, Платон. Я смотрю, какие вы бодрые. Уже проснулись. Да, зарядку сделали? Да. Ага, молодцы. Ну, рассказывайте, где вам уже удалось побывать? Что вкусненького попробовать? На чем вы туда добирались? Мы добирались с Платоном в Сочи. Он на электричке, мы на машине. На электричке в Сочи? Да. Ну, может быть, на поезде? Может, на поезде. Ну, а что вкусненького удалось попробовать в Сочи? Хачапури. Мы с Платоном пробовали. Ну, и, наверное, шашлык. Шашлык точно пробовали. Здорово. На чем бы нам сегодня с вами отправиться в путешествие? Предлагаю вам поколдовать. Волшебные слова знаете? Да. Только повеселее. Шуры-муры, друм-лю-люм, отправляемся мы в путь. Ух ты! Ездовые собаки. Знакомьтесь. Бобик, Тузик, Пират. Давайте отправляться на ездовых собаках в путь. Хоп-хоп-хоп. Спасибо, Бобик. Спасибо, Тузик. Спасибо, Пират. Пока отдохните здесь, погуляйте. Куда же нас привезли собачки? К сундучку. К сундучку. А вы знаете, что в этом сундучке? Нет. Открываем. Ух ты! Здесь хранятся регионы нашей Родины. Сначала мы выберем какой-нибудь регион наугад и именно туда отправимся в путешествие. Мы должны определить, кто же будет тянуть регион. А для этого у меня есть вот такая вот волшебная палочка. По очереди вы будете перехватывать палочку. И чья ладошка будет последней, тот и победил в этой игре. Начнем. Ладно. Платон, Лиза, а-а-а, не за что схватиться. Платон, ты победил, тебе и вытаскивать регион. Выбирай хорошенько. И мы сегодня с вами отправляемся в Мурманскую область. Ура! Как я рад! Нас отвезет Бобик, Тузик и Пират. Мурманская область. Это Лавозерская тундра, знаменитый лабиринт. Вавилон и Петроглифы Канозера. И какие там ночи? Белые. Да, верно, и Белые ночи. Хотите отправиться в Мурманскую область? Да! Тогда нам нужно найти Мурманскую область на карте. Пожалуйста, подходите к карте, ищите, где же она. Так. Стоп. Санкт-Петербург. Кстати, а какая столица Мурманской области? Мурманск! Да, Мурманск! Отлично! Мурманск! Платон, клей веселого поваренка. Так. А теперь мы можем отправляться в Мурманскую область на Бобике, Тузике и Пирате. Спасибо, Бобик, спасибо, Тузик, спасибо, Пират. В Мурманской области мне очень нравится, особенно нравится мне мурманская кухня. Хотите, я вам немножечко про неё расскажу? Да. Первое блюдо, про которое я вам хочу рассказать, это треска по-мурмански. Треску заливают майонезом, выкладывают на картофель, посыпают сырком и запекают. Получается вот такая вот красота. И это не только красота, это ещё и вкуснота, должен я вам сказать. И следующее блюдо – блинчики из ржаной муки. Это саанский салат. Выглядит аппетитно. Из трески или из лосося. Вот такой вот вкусный салат с морожкой. Следующее блюдо – рулетики с яйцом. Это блюдо, наверное, говорит само за себя. И, конечно же, варенье из морожки. Вы когда-нибудь пробовали морожку? Морожку нет. Если вы выберете сегодня варенье из морожки, то у вас будет прекрасный шанс попробовать и свежую морожку. Друзья мои, но это не все блюда мурманской кухни, а вот ещё добрая сотня блюд хранится в моём кулинарном путеводителе. Осталось только открыть его и выбрать блюдо. Я предлагаю вам отправиться в игровую, а там уж и решим, кто будет выбирать рецепт первого блюда. С ветерком! Стой, 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 стой! Какие вы резвые! Прямо собаки из созвездия гонщих псов, правда? Согласна. А куда мы прибыли? А прибыли мы в игровую. Здесь мы решим, кто же будет читать рецепт первого блюда. Сейчас мы будем с вами играть в старинную русскую игру, а называется она «Скользкая цель». У меня есть вот такие вот мешочки разноцветные. Они наполнены сушёным горошком. Вам нужно будет по очереди бросать ваши мешочки на этот стул, а стул очень скользкий. У кого больше мешочков останется на стуле, тот и победил в нашей игре. Вы готовы? Да. Тогда на старт, внимание, марш! Оп, и первый мешочек ускользнул. Не долетело. Ах, да! Да! Так, вот он, бросай. А, выбил два своих мешочка. Нет, ничего. Ничего, ничего, бросай. Так, мимо. А, Лиза тоже выбила свой мешок. И я думаю, что мы сейчас сделаем супер-супер-супер игру. Финальный раунд. Лиза, давай, начинай. А, первый мешочек попал. Да, молодец. А, по одному мешочку. Какие вы ловкие стали. Ай, мимо. Ай, опять мимо. Лиза, ну, бросай. Ай, да что ж такое мимо? Да! И в этой игре у нас есть победитель. Самое время отправляться на кухню, чтобы читать рецепт первого блюда. На кухню! Ах, хорошо. Идите, отдыхайте. Открывай кулинарный путеводитель. На букве М, Мурманская область, выбирай рецепт. Суп. Мурманская грибница. Отличный суп. Можно я прочитаю рецепт? Да. Так. Сварите в одной кастрюле грибной бульон, а в другой овсяную крупу. Затем достаньте грибы, нарежьте их и обжарьте вместе с луком. Готовую крупу и грибы с луком добавьте в кипящий бульон и поварите минуту-полторы. Разлейте суп по тарелкам. Я обожаю грибные супы. А вы, ребят, любите грибные супы? Да. Давайте скорее готовить суп. Будем... Колдовать. Верно. Лоски, поварёшки, хочу грибов луком. Давайте начнём с грибов. Да. Что с ними нужно сделать? Надо их помыть. Надо их помыть, верно. Вот вам ситечка, вот вам водичка, вот грибы. Грибы выкладывайте в сито. Так. 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 Опускайте. Опускайте. Ну и промывайте. Так. Грибы мы замечательно промыли и ставим их вариться. Друзья, ну а я вам ещё раз напоминаю, что пользоваться плитой дети должны в присутствии взрослых. Выкладывайте грибочки. Платон, помогай нам. Варить грибы нужно 10-15 минут. Чем же дальше займёмся с вами? Может, масло положим? Масло? Да нет. Масло нам нужно для того, чтобы обжарить лук. А чтобы обжарить лук, его нужно... Порезать. Верно, порезать. А если мы режем лук, то мы проливаем слёзы. Ну что, поплачем вдоволь? Поплачем. Поплачем. Друзья, ну а я напоминаю, что пользоваться ножами дети должны в присутствии взрослых. А чтобы не проливать слёзы, когда режем лук, нож нужно смочить холодной водичкой. Давайте. Смачивайте нож. И нарезаем лук. Лук такой ароматный, я предлагаю его пересыпать в миску и отставить, да? А то запах студии ОГОГО. Пока наши грибы варятся, я предлагаю вам немножко поиграть. Отличная идея, Рома. Отличная идея. У меня всегда отличные идеи. Игра называется «Пол, нос, потолок». Старинная мурманская игра. Если я говорю «Потолок», вы должны поднять руки вверх. Если я говорю «Пол», вы должны опустить руки вниз. Если я говорю «Нос», вы должны дотронуться до кончика носа. Я буду играть с вами и выполнять движения вместе с вами, но я вас буду запутывать. Постарайтесь быть внимательными. Согласны? Да. Тогда начнём. Нос, потолок, пол, нос, нос, потолок, пол, потолок. Ага, да-да-да. Нос, пол. Вот я уверен, ребята, если вы попробуете закрыть глаза, вы ни разу не ошибётесь. Закрывайте глаза. Пол. Потолок. Нос, пол, потолок. Нос, пол, потолок, пол, нос, потолок. Должен пожать ваши руки. Вы чемпионы игры «Пол, нос, потолок». Пока мы с вами играли, наши грибы уже закипели. Убавляем пламя под ними. Я думаю, что самое время заняться овсянкой. Правда? Угу. Я ставлю воду, чтобы сварить овсянку. А в какую воду мы должны класть овсяную крупу? В закипевшую. В закипевшую. Вода у нас закипела. Высыпаем туда овсянку. Нужно быть осторожным, потому что вода очень горячая. Пока у нас варится овсянка, самое время отправиться на грибную ловлю. То есть выловить грибы шумовкой. Вот грибы. Осторожно, они очень горячие. И вот шумовка. Давайте остужать? Да. Раз, два, три. И северный ветер приедет. Вот, северный дуть начинает. Мы остудили грибы, да? Да. Они уже прохладненькие. Да. Сейчас мы их будем нарезать и обжаривать. И пробовать. И пробовать. Нарезанные грибы складывайте сюда и сюда. Берите грибочки, нарезайте. С грибами мы справились. И самое время нам их... Обжарить. Верно. Обожаю обжаривать грибы. Уж не знаю почему. Берем кусочек сливочного масла. Овсянка у нас сварилась. Ее можно выключать. Кстати, вы заметили, что бульон от грибов я никуда не выливал? Да. Потому что это бульончик для нашего супа. Бульон ставим на огонь. Я подержу грибы, а ты выкладывай их аккуратненько. Делать это нужно аккуратно, потому что кипяток. Для супа этого количества грибов вполне достаточно. Иначе получится грибная каша. Эти грибы мы оставим для другого блюда. Лиза, вот тебе ложка. Спасибо. Выкладывай овсянку. Все, этого достаточно. Теперь нужно поварить сколько? Десять. Да нет, не десять, а одну-две минуты. И можно подавать суп. Мурманская грибница готов. А готовили мы его так. Мы отварили овсяную крупу, нарезали лук и грибы, обжарили их, добавили все в грибной бульон, прокипятили его и налили в тарелку. Напоминаю вам, что сегодня мы путешествуем по Мурманской области. Только что мы приготовили первое блюдо, а наши собачки Тузик, Бобик и Пират уже хотят нас отвезти в игровую, чтобы там решить, кто же будет выбирать рецепт второго блюда. Друзья, вы готовы? Да. Я не слышу вас. Да. Вот это я понимаю, готовы. Тогда в игровую. Все, 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 мы приехали. Погуляйте, друзья мои. Ну, а куда же мы с вами приехали? А мы с вами приехали на мыс Святой Нос. Смотрите, как он выглядит. А? Красота, правда? А знаете, где находится мыс Святой Нос? Нет. В Мурманской области, на полуострове, который называется тоже Святой Нос. И выглядит он вот так. Похож на нос бабы и грибы? И жарю, и сушу. Но здесь мы не для того, чтобы отыскать нос бабы-яги или даже саму бабы-ягу, а для того, чтобы помочь местным рыбакам. Дело в том, что местные рыбаки совсем недавно наловили столько рыбы, что ее просто девать некуда. А куда можно деть рыбу? Ее можно просто-напросто... Пожарить. Верно, пожарить. Ну, вы не просто будете жарить рыбу, а вы будете жарить ее с завязанными глазами. Я закрою вам глазки, выдам вам фломастеры, а вы постарайтесь нарисовать здесь как можно больше рыбок. Но таким образом, чтобы все рыбки ваши нарисованные оказались на сковороде. Они мимо упали. Хорошо? Угу. Дайте-ка проверю. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Будем рыбу рисовать. Даю обратный отчет. Пять, четыре, три, два, один. Стоп! Снимаем повязки, откладываем фломастеры. И давайте смотреть на ваше художество. Платон, а что это у тебя такое? Ты нарисовал... Это макароны с рыбой. Макароны с рыбой? А рыбы-то где? Там под макаронами. А, под макаронами, понятно. Где твои рыбки, Лиза? Покажи. Вот. Сколько тут рыбок у тебя? Раз. Два. Вот смотри, грустная рыба. Три. Три. Так, вот это вот тоже рыба, четыре. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот он. А сколько у тебя рыб под макаронами, а? У меня семь. Я смотрю, ты как настоящий джентльмен уступаешь в этой игре первенства Лизавети. Правда? Да. Тогда давай устроим ей и аплодисменты. Оп! Давай я помогу вам снять повязку. Так, повязки откладываем. Они нам больше не понадобятся, потому что управлять собачками с закрытыми глазами очень неудобно. А они уже хотят нас отвезти обратно на кухню, чтобы читать рецепт второго блюда. Стоп, стоп, стоп. Ух, вы не устали, нет? Чего? А, не устали. Ну ладно, ребята, идите поиграйте. А нам что нужно? Нам нужно скорее читать рецепт второго блюда. Лиза, открывай букву М, выбирай какое-нибудь блюдо. Интересно, какое же блюдо выберет Лиза? Сложное или не очень? Десерт, второе или компот? Я выбрала мурманский секрет. Отлично. Нарежьте репу и репчатый лук. Выложите в горшочек филе, трески и овощи. Залейте яйцом взбитым с молоком. Посолите, поперчите и отправьте в духовку на 25 минут. Замечательно. Платон, нам понадобится твоя помощь. Поставь кулинарный путеводитель на место. Мы с вами начнем готовить. Раз, два, три, четыре, пять. Будем мы продукты выставлять. Ух ты. Так, лук у нас остался еще от первого блюда. Помните? Молочко. Рыбка. Рыбка. Рыбка тоже уже нарезанная. А это? Картошка. Картошка? Чем пахнет? Репкой. Да, это репа. Нам нужны горшочки. Горшочки у меня есть. Сначала нужно горшочек смазать маслом. Да, вот вам масло. Масло уже немножечко потопилось, поэтому аккуратненько. Хорошо смазывается. Хорошо смазывается? Да. Держи, Платон, это тебе. Отлично, даже так можно сказать. Теперь выкладывайте треску. Это свежая треска. Выкладывайте на дно горшочка в треску. Свежая, да. Пока мы будем с вами выкладывать репку, предлагаю вам вспомнить пословицы, которые связаны с овощами. Съешь репу, да зубки редки. Съел бы репку, да зубки редки. Голодному Федоту и репково ходу. Ну да, конечно. Валилась репа, что с медом хороша? А без меда хороша или так себе? Так себе. Скучновато, да? Да. Проголодаешься, картофель посадить догадаешься. Да, это верно. Молодцы. Самое время заняться выкладыванием лука. Некоторые дети не любят жареный или вареный лук. А как вы к луку относитесь? Ну иногда я ем и сырой. Съешь сырой? Ничего себе. Ты настоящий мужчина, Платон. Я тоже люблю сырой лук, когда я чувствую, что я скоро заболею. Как профилактика всяких заболеваний. Лука достаточно. Сейчас, друзья, в нашей студии мы устроим хорошенький шурум-бурум. А знаете, что мы будем делать? Что? Мы будем взбивать яйца с молоком. О-о-о! Раз, два, три. Мик-сюр-прис! А как? Мы же миксер просили. А что за чудо-то такое? Что-то мы не доколдовали. Ну ладно. Будем взбивать яйца с молоком-венчиком. Наливайте молоко и начинайте взбивать яйца. А сейчас наша студия превратится в самый настоящий миксерный цех! ЗВОНОК 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 Сделайте, пожалуйста, потише громкость ваших телевизоров, потому что мы сейчас выходим на рекордную мощность! ЗВОНОК Мы прекрасно справились с взбиванием яйца. Да, даже пенка есть. Осталось залить наши горшочки яйцом. Это я сделаю сам, это нужно сделать аккуратно. Красивенько. Красивенько. А как будет вкусненько, осталось только посолить, поперчить и отправить в духовку. Друзья мои, ну а теперь самое время отправлять горшки в духовку. Помогите мне. Так, вот. Ждем 15 минут. Ой, я же вам не рассказал. Мы же путешествуем по Мурманской области, а в Мурманской области есть петроглифы. Вы знаете, что это такое? Нет. Их открыл один мой знакомый археолог. Это такие наскальные рисунки. Выглядят они вот так. Открыли их совсем недавно, в 1997 году. Была организована археологическая разведка в Мурманской области. И археологи нашли вот такие вот удивительные петроглифы. Представляете, эти рисунки были созданы человеком в 3-4 тысячелетии до нашей эры. Должен вам сказать, что я их видел собственными глазами и участвовал в первой экспедиции, которая изучала эти петроглифы. А вы хотите нарисовать собственные петроглифы? Здесь у меня есть вот такие вот пряники. И сейчас вы на них нарисуете какие-нибудь рисунки. Это какое-то произведение искусства. Вы только полюбуйтесь, а! Как вам, друзья? Мне очень нравится. Но пока мы с вами рисовали, наши мурманские секретики приготовились. И самое время их доставать из духовки. И это сделаю я сам. А вы пока на столе разберите. Ну что, на столе убрались? Да. Секретики достали? Будем объявлять? Да. Наши мурманские секретики готовы! А готовили мы их так. Мы нарезали лук, репу, уложили все вместе с филе, трески в горшочек, залили яйцом взбитым с молоком и отправили в духовку на 25 минут. Друзья мои, ну а мы с вами, по-моему, замечательно провели время, правда? Выяснили, что вы отважные путешественники, замечательные кулинары. Но это, я знаю, не все ваши таланты, правда? Да. Вы приготовили ваши поделки. Мне не терпится на них посмотреть. Ух ты, какая красотища! Что это такое? Расскажи, пожалуйста, Лиз. Это вот картина для тебя. Здесь нарисованы сердечки. Угу. Радуга. Чтобы у тебя всегда была улыбка на лице. Повешу пока здесь. Угу. Ну а что у тебя, Платон? О, это мышь! Какая красотища! Когда будет скучно, ее можно будет потрасти. Она шуршит! Я знаю, какое имя ей дать. Шуршунья. Шуршунья, постой пока здесь. Друзья мои, спасибо вам огромное. Мы прекрасно с вами провели время. Научились готовить вот такой вот суп. Мурманская грибница! Да, и сами своими руками приготовили... Мурманский секретик! Кстати, научиться чему-то новому, развить фантазию и получить взрослые навыки можно вместе с игровыми наборами Эстабелла. Здесь все как настоящее, только маленькое. С Эстабелла можно почувствовать себя кем угодно. От повара до стилиста, от портного до продавца. Эстабелла – это увлекательный мир игры, фантазии и воображения для маленькой девочки. Ну а если вы тоже хотите стать участниками нашей программы, то нечего стесняться. Пишите нам по этому адресу, вам непременно повезет. Мы пригласим вас в гости, будем готовить вместе. Пока!